Всем добрый день, дорогие мои телезрители, гости моего канала, дорогие мои подписчики. Я очень благодарна вам за то, что вы подписываетесь на меня, за то, что вы мне верите. Огромное вам спасибо. Сегодня я хочу показать свои паразиты, так будем говорить, наверное, фотографии. Вот, что еще хочу сказать. Вообще, как я выгляжу вам? Ничего, да? А то там многие пишут, что у меня вид там плохой, я какая-то пьяная или еще что-то. Боже упаси, я вообще не пью, к вашему сведению, если что. Дорогие мои хейтеры, вот. Что еще хочу сказать. Много пишут гадостей, которые совершенно, мне кажется, тут неуместные. Что я там как-то хайпую, хочу заработать. Я совершенно, знаете, записывала свое видео, где там обвиняют меня, что я там тихо говорю или что-то. Это было просто, не знаю, крик души, может быть, поделиться с вами, чтобы кто-то написал мне какие-то комментарии о том, что, может быть, у кого-то что-то подобное было, да, и какие принимались меры. Вот, что еще? Ой, даже не знаю, что и сказать. Многие пишут, что бельтрицитом весна-осень травись. Вы вообще в своем уме, кто это пишет? Бельтрицитом травятся, его принимают всего лишь три раза, к вашему сведению, за всю свою жизнь. Не более того. Если кто-то умный и грамотный человек, он меня поймет. Ой, дорогие мои, кто-то пишет, что там кого-то от меня два дня тошнит, от моих рассказов. Я же никого не прошу меня смотреть, вы поверьте мне. Я лишь поделилась своей историей, да, что произошло со мной. И я не думаю, что этот случай, который произошел со мной, это лишь я одна на всей планете. Да неправда это все. Много людей заблевают всякими паразитами. Вы знаете, я не думаю, что при нашей экологии, при нашей питании, да, что мы кушаем, чем нас травят, и вообще непонятно. Я не думаю, что мы все здоровые и чистые, и также у нас есть и какие-то грибы в организме, и все на свете. Мы, знаете, у нас организм загажен всем, чем можно при нашем сейчас питании. Почему наши были бабушки и дедушки, ветераны здоровые, они питались, было все натуральное, как грубо сказать, да, очистки собирали, войну, и ветераны наши живут сейчас, дай Бог им здоровья. А мы, и мы, и наши дети, и тем более уже рожденные, уже с такими, то порог сердца, то еще какие-то заболевания, то почки отказывают. Господи, да это вообще ужас. А вы меня в чем-то обвиняете. Я ведь никого не прошу ни в коем случае меня смотреть. И тут мне пишут, что я хочу зарабатывать, и поверьте мне, я хорошо зарабатываю, у меня хорошо зарабатывает мой муж. Я не пытаюсь тут сорвать бабло какое-то, мне это не надо. Что случилось со мной, это моя беда и моя боль, понимаете? И кому не нравится, не надо мне писать гадости. Если вы не хотите смотреть, если вы смотрите, значит, вам это интересно, правильно? Значит, вас эта тема как-то касается. Если меня бы не касалась эта тема, зачем бы мне это было нужно, да, смотреть вот это вот все? Вот. Ну, что еще хочу сказать? Хочу еще раз поблагодарить своих подписчиков, зрителей, которые мне пишут много очень приятных и лестных слов. Желаю мне крепкого здоровья, дорогие мои. Я вам тоже желаю крепкого здоровья. Большое вам спасибо за слова благодарности, которые вы адресуете мне. Вот. Я тоже желаю вам крепкого всего-всего здоровья, долгих лет жизни. Многие пишут мне, что где там видео, как правильно там пить лимон или как осину принимать или гвоздику. У меня все видео есть. Я все снимала. Я не знаю. Поищите, пожалуйста, если вам интересно именно мои какие-то, да, видео в таком формате. Пожалуйста, если же не хотите меня смотреть, посмотрите, зайдите в интернет и наберите этот лимон и чеснок с медом. Куча вам высветится других таких же ютуберов, да, будем так уже говорить, которые вам тоже могут дать какие-то рекомендации свои. Вот. Я хочу сказать, я рекомендации никому не даю. Ни в коем случае не хочу советовать и кого-то заставлять, как и что пить, да. Я лишь делюсь теми моментами, которые, значит, делаю, что принимаю я, как я принимаю. А будете ли вы принимать это, это ваше право, да. Да, ведь мы люди, у нас организм у каждого индивидуален. Мне, допустим, осина пошла очень хорошо, я буду ее весна-осень пропивать. Для меня этот продукт подошел идеально. Принимала я деготь, да, у меня тоже есть видео, деготь мне совершенно не пошел. Мне было очень от него плохо. Ну, для чего делать так, чтобы вообще изнемогать, я не считаю это правильным. Вот. Конечно, может быть плохо, когда травишь, да, и начинает там что-то погибать. И, конечно, может сбой организм давать. Ну, я для себя выбрала метод осина, гвоздика. Мне это очень подошло. Сок лопуха. Я его просто обожаю. Лечит великолепно. Не знаю, лечит. Как правильно, может быть, я неправильно выразилась, да, лечит. Но поддерживает, как подпитка для нашего иммунитета, для нашего организма незаменимая. И опять же, я хочу сказать, это для меня. Как на вас воздействовать будет лопух? Я не знаю. Совершенно. Вот. Во-первых, знаете, восприятие организма тоже у всех разное. Хочу немножечко сказать, вот, допустим, у меня мама. Она больше предпочитает корни лопуха. Настойные корни лопуха. Она их пьет тоже по ложечке там. Ей они, ну, как бы для организма она их принимает, как бы, у нее нету никаких там тошноты или там что-то как-то негативного, да, отторжения. А, нежели как от сокола лопуха. Сокола лопуха, она говорит, я прям не могу, я его пью назад, прям вот, тошнит, говорит, от него у меня. Вот. А у меня, наоборот, мне нравится, наоборот, сокола лопуха. Многие спрашивают, как я себя стала чувствовать после того, как, после вот этих мероприятий своих, да, уже проведенных. Стало лучше я себя чувствовать, я могу сказать, да. Но, значит, восстанавливаться надо это длительно. Это не говорит о том, что, знаете, я пропила и все, и я выздоровела. Конечно же, нет. Вы знаете сами, что какую травму наносят гельминты нашему организму. А пистархоз это вообще такая гадость страшенная, которая все суставы и печень всю поедает. И, ну, очень, очень, у меня очень болели ноги, правда. У меня весной так болели ноги, так болели колени. Это какой-то был ужас. Я, мне даже какая-то жуть брала. Но уже, знаете, сейчас мне стало гораздо легче. И у меня прошла боль какая-то, ноющая, да, в коленях, в ногах тяжесть прошла. Кто-то спрашивал, да, что, как у вас там с тромбоцитами. Не сдавала я пока кровь, пока не сдавала. Пропила я этот деготь, дала себе недельный перерыв. Пила только сок лопуха. Сейчас я возобновила и стала пить, думаю, допью осину свою. Уже до конца допью и дальше буду восстанавливаться потихоньку. Мне тут порекомендовали три недели попринимать по 150 грамм на голодный желудок сок моркови. Сок моркови и мумиё. Ну, вот хочу попробовать. Ну, сейчас, конечно, хочу допить осину. Всё-таки надо уже дотравиться до конца. Вот. Чтобы ничего уже... Ну, конечно, может быть, сейчас до конца апистархоз и не убьётся. Это, знаете, такая гадость. То есть, ну, всё-таки какая-то часть всё равно погибнет, вытравится, да. Многие обвиняют меня в том, что у меня какой-то голос не такой, как-то я там... Ну, знаете, как говорю, так говорю. Мы все люди и у каждого свой говор, свои какие-то манеры общения, да. Тут уже каждый человек индивидуален. Ещё раз говорю, не хотите, не смотрите. Пожалуйста, не надо мне писать гадости. Вот. Пишут, что я какая-то зачуханка, что у меня нету какой-то гигиены. Я мама троих детей. У меня дети все чистые. У меня дома идеальный порядок. Я не думаю, что я какая-то засранка, чтобы меня не знавши обвинять. А в том, что какие-то гельминты и паразиты, да, у всех они. Практически у всех. Если у вас нету, не смотрите и не лазьте по таким каналам, да. Если вы лазите, значит, повторюсь, вам это интересно. Значит, вы как-то каким-то образом с этим столкнулись. Вот. Кому интересно, конечно, посмотрите в конце видео мои фото, которые я смогла, да, сделать. Конечно, я не сомневаюсь, что мне многие будут писать, что где-то я их выдумала и взяла. Это, опять же, дело ваше. Пишите, что хотите, в общем. Надоело уже это. Вот этот какой-то кабардак. Вот. Ну, в общем, я не знаю. Наверное, высказала все вот такие моменты. То я челку как-то не так подстригла, то еще что-то, то у меня брови не как-то не ярко накрашенные. Ну, это вообще-то какое-то безобразие какое-то. Безобразие. Не знаю даже. Вот правда. Уже просто до какого-то маразма доходит. Я еще раз говорю, я не показываю здесь красоту какую-то. У меня здесь не салон красоты, понимаете? Я просто рассказываю и все. Ну, не знаю, прям что-то я разошлась. Не знаю. Ой, господи, ну, какой-то кошмар. Не знаю. Кошмар. Много информации я лишний какой-то даю. Да не смотрите. И все. И не будет никаких проблем. Наверное, мы люди, которые как бы отвечаем за свои какие-то действия. И нет никакой принудиловки. Тем более у меня на канале. Сейчас мне многие будут писать, что я сварливая баба какая-то. Ну, и пишите. Как хотите. Ой, не знаю. Что-то вообще правда. Я просто не ожидала. Ну, правда не ожидала, что у меня будут смотреть люди, понимающие, которые люди будут смотреть. Не знаю. Что еще хотела бы вам сказать, мои хорошие. Наверное, слова благодарности хочу сказать напоследок. Всем огромное-преогромное спасибо, кто меня поддерживает. Кто меня понимает действительно, что такое может быть. Никакая я тут не выдумщица, не вружка, ни в коем случае. Знаете, кто пишет, что я вружка, вы сами, наверное, в грязи в какой-то, во воронье погрязли. И по себе людей не судят, наверное. Будем говорить так. Вот и все. Ну, вот так. Ну, что ж, мои хорошие. Наверное, буду я заканчивать свой такой вот разговор. Может быть, не совсем приятный. Но так, наверное, тому и быть. Сейчас я в конце видео вставлю вам фото. Пожалуйста, посмотрите. Оцените. Напишите мне гадости побольше. Вы же это любите. Ну, вот так. А я желаю вам приятного просмотра. Всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok